и снова здравствуйте сегодня я готовлю брокколи я очень хорошо ее вымыла и теперь нужно разобрать ее на соцветия для этого я воспользуюсь ножом саму кочерыжку тоже можно кушать можно ее кстати как и всю капусту кушать в сыром виде это будет самое полезное вот на какие соцветия я ее разбираю вот такой можно тоже разрезать даже пополам можно оставить так я буду готовить в мультиварке на пару для этого у меня уже включена программа на пару и вода закипела остается только разложить капусточку и оставить ее минут на 5 готовится время приготовления будет зависеть от того насколько большие или маленькие качанчики вот этот я наверно разрежу и разделю его на два и закрываем капуста готовится сейчас мы приготовим кляр кляр можно готовить постный а можно на яйце как у меня если вы будете готовить постный то возьмите минеральную воду или пиво и смешайте с мукой я же беру два яйца присаливаю примерно где-то одну вторую чайной ложки соли беру так как капуста у нас не соленая добавляю приправу у меня ореховая пол чайной ложечки и добавлю красную паприку тоже примерно пол чайной ложечки все это смешиваю я буду использовать кукурузную муку ну можно любую можно смешать кукурузную пшеничной можно овсяную можно по желанию такую какую вы хотите у нас должен получиться не жидкий кляр он не должен сильно стекать с капусты прошло пять минут четыре четыре минуты вот так выглядит у меня капуста ее при протыкании когда мы ее проткнем вилочкой она мягкая стала все я выключаю теперь остается ее приложить в посуду в которой она немного остынет она должна быть немного теплой или холодной капусту я буду готовить в аэрогриле gf гриль форму гриля я застелю пергаментной бумагой я ее помну и немного срежу лишние края сделаю форму именно чаши так будет мне удобней капуста остыла ее можно сбрызнуть соком лимона у меня есть вот такой концентрированный сок лайма я немного для вкуса сбрызну капусточку этим соком и теперь остается только опуская в кляр капусту перекладывать ее форму чтобы она покрылась кляром за счет того что кляр густой он сохранится на капусте и не стечет много не нужно можно встряхнуть лишнее вот так вот так я разложила капусту и теперь отправляю чашу в гриль я выберу режим 180 градусов 15 минут это у меня если автоматическая программа режим мясо этого для капусты будет достаточно для капусты я приготовлю соус я возьму 50 грамм сметаны добавлю ореховые приправы почти чайную ложку и добавлю укроп укроп у меня замороженный хорошо конечно если будет свежий и также добавлю соли по вкусу это где-то одна четвертая чайной ложечки я взяла но у каждого свой вкус поэтому ориентируйтесь на свой если у вас нет ореховой приправы очень вкусно сделать такой соус с чесноком и орехом орех хорошо измельчить и чеснок хорошо измельчить и добавить сюда ореховая приправа она на основе чеснока и орехов поэтому вот так можно заменить если в наличии нет именно этой приправы но соус получается очень вкусным на эту порцию я добавляю где-то одну четвертую чайной ложечки сахара вкус изменится и станет более ярко выраженным капусточка запеклась при помощи бумаги ее очень удобно достать из формы вот так она выглядит мягкая с хрустящей корочкой сверху я полью ее соусом вот такая капусточка у меня получается это вкусно очень полезно приготовьте попробуйте я желаю вам приятного аппетита и всего самого-самого наилучшего ну Продолжение следует...